Всем привет, дорогие друзья! Давайте начнем все-таки с небольшой предыстории, прежде чем перейдем конкретно к ним. На протяжении уже очень многих лет Кассио выпускает весьма-весьма успешную коллекцию часов Edifiz. Классные часы, вполне, но у искушенного покупателя уже появился вполне определенный ряд претензий. Да, классные часы, но вот зачем ставить это уже не статусное и дешевое, казалось бы, минеральное стекло? Дайте нам часы с сапфировым стеклом. И я думаю, что вот эти вот долгие годы прислушивания к покупателю привели Кассио к тому, что они сейчас дропнули целую линейку моделей EFS именно с сапфировым стеклом. Это один из представителей, это EFS S540 конкретно. Конкретно, как видите, у меня моделька с таким синим отливом, есть варианты цветов. По-моему, даже есть на коже, еще точно не знаю, потому что только познакомился, но в любом случае цвета разные бывают. И да, здесь уже сапфировое стекло, то, к чему были претензии. Конечно же, Кассио слегка повысило ценник, потому что в остальном это весьма посредственный EDIFIS. Но вот наличие сапфирового стекла, безусловно, отыграло свою роль на цене. И кроме того, кроме того, что здесь сапфировое стекло, обратите внимание, друзья, здесь Solar Powered. Да, здесь интегрированная солнечная батарея в циферблат, которая заряжает внутренний аккумулятор. И часам, в принципе, уже не нужна замена элемента питания. Круто? Круто. Дальше наверняка вам бросилась к взгляду карбоновая текстура. Это не просто карбоновая текстура, это, друзья, карбоновый циферблат. И мы знаем, что карбон-то не пропускает свет, а как же ж устроили солнечную батарею. А все просто вот в этих вот отдельно стоящих циферблатах хронографа и 24-часового формата времени. То есть это не полностью поверхность всего, а как-то вот сгруппировали, сделали так, что этого света достаточно для того, чтобы зарядить внутренний аккумулятор. Классно, инженеры работают, все, безусловно, круто. Уже нету претензий к тому, что это дешевое минеральное стекло, которое циропается. Стоит сапфир, классно. Стоит зарядка от солнца, тоже такая, скажем, относительно премиальная функция. Но вот это вот, что это за херня, когда классные часы, которые уже, в принципе, и не дешевые. С штампованным браслетом, причем с таким, я вам скажу, ну, с застежкой классной, да. А вот этот вот звон, это просто кошмар какой-то. Нет, часы реально очень понравились. И внешне, и, ну, корпус, безусловно, достойный. Сталь, конечно, все сталь. Сталь-корпус, сталь-браслет, сталь-безель. В данном случае, как видите, он с таким темно-синим отливом. Да и смотрится он очень приятно. Карбоновый, безель смотрится приятно. Конечно же, это отсылка к автомобильной тематике, потому что Adifis в подавляющем своем большинстве посвящена именно автоспорту. Все нормально. Хронограф тоже спортивная функция. Но, е-мое. Хотя, опять же, это для искушенного наверняка покупателя. А так, в принципе, что купил, укоротил браслет под запястье и все, носишь, не паришься. Я лет семь носил часы с штампованным браслетом, и я реально не парился, пока я не начал серьезно заниматься часовым делом. Ну, смотрите, реально красивые часы. Почему бы и нет? А мы с вами к мелочам докапываемся. Но такова суть обзора, что нужно понимать, где сильные стороны, а где слабые стороны. Давайте по функциям немножечко. Здесь все-таки хронограф есть. Он запускается нижней, верхней кнопкой, а нижний циферблат на шести часах индицирует нам секунды. Циферблат на девяти часах индицирует нам минуты. Верхний же стоп. И нижний пушер обновляет показатели. И так как здесь есть солнечная батарея, как видите, здесь поставили такой вот индикатор LMH. Но что же показывает нам этот индикатор? Вот это же просто наклейка. Мы нажимаем эту нижнюю кнопку где-то секунды так, наверное, на две. И как видите, секундная стрелка хронографа только что нам показала статус заряда. Еще раз нажимаем. Она указала на буковку H, то есть высокий статус заряда батарейки. Расположилась дата на отметке в четыре часа. Как видите, именно... Сейчас постараюсь сфокусировать именно вырезанный карбон. То есть они никак ее не обработали, рамку не поставили. Просто вырезали квадрат в карбоне и индицируют дату. Дата, конечно, на белой контрастной подложке. Но вот просто вырезать и не поставить никакую рамочку выглядит, не знаю, что недоработанно что ли. Может, конечно, такая философия, но мне кажется, это какая-то мелкая недоработка. Да и вообще он какой-то вырезанный здесь. Не сказать, что супераккуратно. Но может это наоборот намек на то, что все-таки карбон, а не какая-то имитация под карбон. Вот такой вышел релиз, друзья, по размерам. Это высота 51,5, ширина 47,6. Не маленькие, конечно же. Толщина 12, ну это средняя величина для эдефис. Вот именно по размеру такие. Хотя у меня вот некрупное запястье 17 см. Смотрятся они очень даже бодро, согласитесь. Вот такая новинка прилетает к нам на прилавки. И в ближайшее время, думаю, будет хорошо продаваться, потому что есть сильные стороны. А про слабые можно и не думать. Такая ситуация. Друзья, кто не подписан, подписывайтесь. Ваши лайки ставьте. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok